Всем привет! Препрел такой себе станочек шлифовальный Руоби. Начинаю потихоньку бороться с пылью. Дрелькой шлифовать это уже все вечно в пыли. Только зашел в мастерскую уже весь в пыли. Надеюсь на то, что здесь пылеудаление будет настроено нормально. Мне нравится то, что весь корпус закрыт. Я надеюсь, что вся стружка будет уходить. Такой он нелегкий. Около 20 килограмм. 18,5 вроде, если не ошибаюсь. Чугунное основание. В принципе, ленты все стандартные. Кружок 150. В наборе один идет. Лента сразу надета на липучке. Но я решил этот момент исправить. Заказал у джета липучку на этот диск. И будут сюда обычные наждачки на липучке. Не наклейкой ленте, а на липучке. Обычно, как везде, на шлифмашинках все сменные. То есть, это будет меньше геморроя. Кому будет интересно, в описании оставлю название этой липучки. То есть, в принципе, я думаю, мне будет с ней намного проще. Что у нас еще в наборе идет? Стол такой. Железо вроде. Ну, непонятно. Ну, в принципе, не тонкое. Сделано вроде как прилично нормально. Дальше в работе посмотрим. К нему такой пластиковый обычный упорчик. Странспортирован. Ну, понятно, что качество такое может быть качество пластиковое. Ну, по крайней мере, люфт. Может, там полмиллиметра есть. То есть, это вообще незначительно. Что у нас еще идет? Ну, это пластинка сразу в наборе. Это сюда для пылеудаления закрыть. Это такой еще тоже из металла. Такая четверка, наверное, или пятерка. Сюда упорчик. То есть, пылючка должна сваливать сюда и уже сюда через пылесос уходить. Ну, правда, много открытых мест. Посмотрим, если будет плохо справляться. Будем это все как-то закупоривать, чтобы уже лучше все уходило. Такой станочек 370 ватт. Я думаю, для моих целей его вполне хватит. Сейчас осталось собрать все детали на место и посмотреть, как он будет работать, как он будет шлифовать. Ну что, приклеим диск. Так как надо начать с него, чтобы можно было крепить все остальное. Диск идет какой-то Sharpness. Видно, что китайский, бозночок китайский. Ну, понятное дело, что и сам станок робби сделан сделан в Китае. Этого никто и не скрывает. Мады и МЧИНа. Ну, хотя это не показатель. Станки Apple тоже сделаны. Телефоны Apple тоже сделаны в Китае. И это тоже никто не смущается этому. Китай не означает, что если Китай, значит будет все сделано ужасно и плохо. Вот эта приклейка мне уже не нравится, раздражает. Выставил правильно. Все-таки с липучкой будет проще. Это приклеил и забыл. Теперь прицепим эту защитку пыли. Единственное, что мне не нравится, что могли сделать на винтиках, а не на саморезах. Кто его знает, сколько она проживет на этих саморезах. Держаться постоянно вкручивать, выкручивать. Попробуем поставить стол. Эта ручка это регулировка угла шлифования. вкручивать. Оно, так понимаю, крепится только с одной стороны. Только здесь. Наверное. Только здесь. Сейчас проверим. Сразу угол выставить надо ровный. сухло. мы вроде угадали. 90 градусов есть. Подправить никогда не проблема, если что. Не знаю, пригодится вам это, фишка или нет. пусть будет. Другая часть. Теперь эта защита. Она здесь крепится на двух винтах. Они здесь и идут в наборе два под шестигранничек. Кто его знает. Наверное, зазор может и побольше поставить, или поменьше, чтобы пыль уходила не наверх, а сюда посмотрим. в крайнем случае со временем отрегулирую себе. Вполне лучше. Это можно как стол использовать. Тоже поставим 90 градусов. Да, есть. 90 градусов. Важмем хорошо. смотрел аналогичные станки и у джета и у всего. У джета 400 ватт, это 370, но у этого обороты выше. Мне как-то обороты выше больше нравятся. из этого я его и выбрал. Так, все, мы вроде закрепили, поставили. лента, как всегда, все знают. Вот, рычаг плюс колесо регулировки, но я уже выставил, не буду. Также, какая у нас функция есть? Гриндера, типа, насчет стола не знаю, не пробовал, но я думаю, винты одинаковые, думаю, можно его сюда подключить, а так, для мелочи можно этим пользоваться. Можно какую самеску подзаточить, то есть, как раз большое расстояние здесь не надо. Я уже три ленты заказал себе, такая восьмидесятка вроде, или сорок, не вижу, две вот сотка, двести сороковка, и, походу, и сороковка, да, то есть, чтобы уже были, потому что с одной можно начать и долго не поработать, закончить. То есть, зажим стола происходит вот здесь шестигранником, это уже, чтобы наверняка можно было подзажать, хотя, оно и не очень неудобно здесь. В принципе, он так хорошо ходит, что не обязательно его и зажимать. Отжал, зажал, погрубее ходит. В общем, осталось испытывать. Сейчас будем испытывать его, как он работает. еще по пылеудалению. Здесь такое отверстие немаленькое, не знаю, то ли оно под профессиональное уже хочет трубу. Вот такой, сколько, 63, то есть, шланг такой дебелый, надо, попробую его найти. Но я купил такой сантехнический для труб. Это для пылесоса как раз подойдет. А этот мы как-нибудь сейчас скотчем или изолентой присобачим на первое время. Там будем что-нибудь смотреть. То есть, пока вариант такой. Так я его скотчем замотал. Там дальше будет видно. Пылесос подключил. Вроде четко. Его тоже к пылесосу подключил. Теперь можно проверять. наденем очки, наушники и будем смотреть что с этого будет. Сейчас проверим шлифовалку. Как он шлифует. По крайней мере уже удобно. Есть упор. Не надо как на обычной лето держать, чтобы он не съехал. Просто держи и все. Она сама отшлифует. Пробно даже оставить. как видно. шлифует нормально. Хорошо с этим упором. Уперся и нема давления на руку, что ты постоянно должен держать, чтобы заготовку не унесло. Это уже большой плюс. Руки из-за этого очень не устают. Вообще, вернее, не устают. Я просто мне такое чувство сейчас взять положить заготовку просто. Она отшлифует ее и уже будут видны результаты. Но это мы кстати потом проверим. 380 ватт это как бы и маловато для станка, но для моих объемов мне в принципе его хватает. Пыль, как мы видим, немного просачивается. Конечно, если заготовку прижать, если хочешь типа сильный съем, лента останавливается. Это мы сейчас увидим. Сейчас я включу и мы сейчас это увидим. то есть было видно большое усилие лента останавливается, двигатель не справляется. Но мы большое усилие не собираемся давать. Это все-таки шлифовальный станок, я не знаю. Нам же не надо скоблить металл какой-то жесткий. Это же не фрезер, что надо быстренько все и убирать. Шлифовальный для этих целей хватает. Да, стружка немного мелкая образовывается по краям, но самое интересное, самое главное, вот, все вокруг, все чистое, что было мне и нужно. Сейчас проверим кружок. и как мы видим пыль все-таки улетает не может он полностью справиться но понятное дело она полностью на это не рассчитывал что он сможет полностью все вытягивать это как бы нереально для этого станка понятно если делать ну по крайней мере самое основное которое не летит воздух то есть пыль мелкая воздух не летит а там здесь осаживается немного но это уже мелочь шлифует нормально если было видно вырывает но это понятно из-за того что круг здесь поднимает здесь опускает и заготовку подрывает надо хорошо держать либо только с одной стороны шлифовать чтобы не было ну вернее даже лучше не с этой стороны а с этой когда заходит круг и тогда оно будет четче держаться так сейчас найти какой-то провести эксперимент с другим попробовать почистить круг старый застывший силикон ничего с этим особо не то им хорошо в принципе чистить проверим как она действует как видно чистит нормально понятное дело если будет какая там сырая древесина или сосна она шкурку забьет это даже придется ее менять а так в принципе нормально мелкая пыль собирается мне главное если она будет оседать то что поседала рядом чтобы она не летала по всей мастерской что песен сразу мог взять пылесосами и собрать и забыть а так от дрельки у меня получается вся мастерская была в этой мелкой пыли это постоянно и продувал все выстраивал и потом заново только начнешь она опять осела только начнешь она опять осела сейчас попробуем провести другой эксперимент с деревяшкой и посмотреть как станок будет работать сам без участия рук вот взял такой кусочек дуба старенький вид начали ровный немного то есть борозды еще остались все для эксперимента карандашом помолюем на нем посмотрим будет ли она сейчас включим оставим посмотрим как он будет что он будет вот вот как мы видим может и сам работать главное грузик добавить чтобы немного начала снимать уже видно полосы когда он пошел говорится на шлифануть деталь на заняться другим оставил себе пошел как чипу до ручная руки не надо компьютерная программа тут понятное дело без компьютерной программы просто положил грузик кинул их и работает себе понятное дело это все шутки шутками так никто делать не будет но вдруг может быть когда-нибудь такой способе пригодится по крайней мере здесь такое можно сделать в принципе станок не нравится как бы я доволен главное что я смог как говорится из того что было на 80 или 90 процентов избавиться избавиться от той пыли что было и это уже для меня большой плюс и самый ну что нагрузки уменьшились теперь надо шлифануть деталь положил просто придерживаешь немножко прижимаешь и не надо ее удерживать в руках когда даже рука аж трусится сейчас вырвет ту заготовку потом не удержал она вылетела ты опять идешь и собирать то есть уже вот эти вот моменты очень даже по мелочи но очень важны когда надо можно равномерно сбивать угол тоже неплохо что попробуем может быть еще эту ерунду то есть как мы видим в принципе тоже когда надо дать 45 градусов легко дает нос сосну вообще абразив справляется легко очень легко даже сказал бы потому принципе кстати с этой стороны работал вся стружка уходила под низ не с общего когда здесь поднимает ее немного вот здесь именно уходит вниз как и диск уходит он сразу затягивает с собой и здесь более-менее справляется то есть принципе как бы стружки особо и не насобиралась и там нету есть там по мелочи где-то здесь чуть осела пыль понятное дело что это вся пыль все равно будет летучая но здесь немного но это может быть еще от ленты то есть принципе это все как бы мелочи в таких масштабах то есть это мелочь в любом случае я не знаю чтобы избавиться полностью под ноль очень сложно чтобы мастерской так избавиться вообще не было никакой пыли это очень сложно может ну я думаю сейчас все возможно но в принципе уже этот вариант мне нравится то есть уже можно пользоваться по крайней мере не можно я буду пользоваться то что я уже избавился от части части пыли это мне уже нравится очень и надеюсь дальнейшем у меня уже мастерской будет намного меньше от этого всего летучего которая потом оседает по мастерской то есть ты поработал ушел и на утро приходишь и же видишь этот тонкий слой везде осевший пыли ну понятное дело что от дрели ну ты никак не мог сделать защиту чтобы эта пыль уходила куда-нибудь куда там пылесос нигде не подключишь а тут уже ты уже вариант мне нравится будем работать ну что сказать принципе станок мне понравился да конечно помощнее бы двигатель было бы намного лучше но в принципе для моих объемов это не столь важно у такого чтобы агрессивно надо подавать что-то срочно там вышлифовать то есть в принципе все равно весь съем надо делать постепенно а в моих объемах ну этого вполне достаточно то есть трошка отсос в принципе справляется нормально до мелкая там пыль пролетает но без этого никуда главное что это все не летает вот здесь вот воздухе когда шлифуешь поднимается облако этой пыли ты включаешь это для мелкой пыли аспирацию все равно она не справляется полностью потому что она всю мастерскую зацепить не может а ты начинаешь пыли все равно летать везде по итогу она там 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 осела потом куда-то лезть или где эта пыль мелкая лежит ты опять это все присосишь продуваешь в общем постоянно этот геморрой по итогу значит уже этого я думаю не будет но со временем я увижу избавимся от старой будем проводить значит на днях проведу полностью уборку чтобы избавиться от той пыли что лежит и проверим как она будет собираться дальше если она уменьшится хотя бы в два раза это уже плюс и плюс то что уже уменьшается нагрузка на руки при шлифовке потому что это ленточные шлифовальные обычные ну ручные ты ее переворачиваешь это блин рукой ты жмешь чтоб она не вырвала без упора то есть химический упор тоже время занимает такое ну то есть что попало тоже купил и уже можешь спокойно себя тоже как было видно в видео положил детальку грузик поставила на сама вышли ходить для тебя ну это такое было все милость принципе я на данный момент доволен посмотрим посмотрим по сроку службы как он будет вести себя дальше на данный момент мне нравится а дальше будет видно ну что воскали всем пока